Друзья, к нам обратился Саша Кондрашов. Он нас видел в Трансформаторе и рассказал нам уникальную историю. Мы в нашем канале не хотели показать ужасную стройку, сравнить ее с собой и как-то пиарить, что давайте, давайте у нас. Но когда мы услышали это, мы решили, что мы берем камеру и мы едем снимать. Пошли, ну там писец внутри. Бестолковый дом, можем ли мы все перестроить? Около 5 миллионов. Это какое-то безумие. Хотел убить сотрудников Гудвуда. Решение неверно. Это вообще жесть. Кстати, еще не поздно, мне кажется. Саня, привет. Да, привет. Здорово, пацаны. Всем привет. Что-то меня уже не радует эта застройка, честно говоря. Саня, ну у нас тут беда. Вот честно, это самый долгий долгострой, наверное, который вообще в истории бывает. Начал строить это порядка 4 лет назад. У меня здесь все неправильно. Потратил сюда очень много денег. Сколько потратил? Ну, в общей сумме где-то около 5 миллионов. Это фантастически большая сумма, на самом деле. Для такого? Да. Мы и продолжаем тратить еще, да? И мне кажется, еще будем очень долго продолжать. В общем, ребят, сейчас я вас познакомлю с Александром. Это представитель компании Гудвуд. Он отвечает за все косяки, надеюсь, которых не будет. Первое впечатление, вот ты попал сюда. Я спросил бюджет, можем ли мы все перестроить. Да, ты первое, что сказал, давай все снесем и сделаем по-нормальному, да? Ну да. Есть ряд проблем, мы разделили их на две, внешние и внутренние. Не были закончены оконные проемы, промокала вата, не было отливов, не было откосов. Основная проблема это то, что у тебя очень плоский навес, и он совсем прям провисает, и ходить там совсем страшно. Поэтому мы будем все менять, добавим специальную клееную балку, колонны, фермы, ну и все благородим. Фермы, которые майнят биткоины? Ну нет, не те фермы. Эти не добавите? У нас будут просто клееные фермы. Я никогда с компаниями крупными не работал, всегда работал, знаешь, как это, шабашники, ну как их называют, знакомые знакомые. Казалось, что это дешевле, да, по идее? На порядок, понимаешь, ну и вот, вы представляете, идеально дешевые. Выглядит колхозно, да, то есть нет дизайн-проекта никакого. Я тысячу раз пожалел о том, что я не сделал никаких дизайн-проект. Кстати, еще не поздно, мне кажется. Думаешь? Конечно, сто процентов. Дизайн задается мелкими элементами, да, наличники, да, цвет или какие-то накладки. Здесь можно реально покумекать, и даже для меня это как бы челлендж такой интересный, делать из говна конфетку. Я очень много в жизни ошибаюсь, да, и вот очередная моя ошибка, я всегда учусь на своих ошибках, и в следующий раз, если я буду строить дом, а я однозначно буду строить дом, я буду это делать обязательно с проектом и обязательно с крупной компанией, чтобы она не слала за эту ответственность, да, потому что сколько я сюда потратил времени, приезжая там, согласовывая все эти варианты, сколько я ездил за материалами, таскал, я за лето, получается, не пожарил шашлык, не посидел с друзьями, потому что здесь кто-то есть постоянно, и при этом этот кто-то не доделал свою работу, то есть. Может, внутри чуть-чуть посмотрим? Пошли, ну там песец внутри. Мы поменяли тебе продухи в фундаментах, зимой надо их обязательно закрывать, а летом открывать. А были сеточки обычные от грызуна? Ну да, сеточки, это не совсем хорошо. Здесь мы восстановим песчаное покрытие, сделаем брусчатку, там у тебя будет зона барбекю, здесь мы сделаем сплошную стену, чтобы не было видно соседа, но сверху оставим окошечки, чтобы был хороший свет. Второй этаж будет перила, там у тебя будет зона отдыха. Давай на второй этаж поднимемся. А, пойдем, давай. Ребят, зато посмотрите, какой здесь классный вид открывается. Единственное, что здесь сделано круто, это парная, ребята. Потому что я три года изучал форумы, прежде чем ее построить. Печь из жадеита, то есть он при большой температуре вырабатывает металлокремниевую кислоту, которая понижает давление, здесь комфортно себя чувствуют дети и женщины, то есть пар не очень сильный, там примерно 60-70 градусов и 40 градусов влажность. Именно та самая русская баня, которую дает большая каменная печь. Отлично. Да. И палоки, смотрите, как расположено, то есть два человека могут спокойно лежать. Здесь расстояние специально под руку, чтобы тот, кто парит, не уставал, то есть он состоит с прямой спиной и может достаточно долго и хорошо работать. То есть мне ее строил профессиональный банщик, который всю жизнь занимается тем, что парит людей. Лучше парной, чем у меня, вы не менее. Что у тебя на электричестве или на дровах? Нет, дрова, вот печь Ферингер, то есть сюда залазит огромное полено, вот смотрите, я сейчас такое беру, то есть я его сюда положу, то есть остается еще какое-то расстояние, то есть можно огромное полено закладывать, при этом она верхнего горения, и при этом хватает одной закладки, чтобы париться часов 5-6. Это единственное место, которое здесь сделано с умом. Да, и мы его с вами обязательно затестируем. Вы прочувствуете на себе, что такое настоящая крутая русская баня. Мы усилим существующие полы, они не прикручены до конца, они вот прыгают все. Здесь у нас будет стаблое ограждение безопасное, здесь будет такое что-то вроде в районе штакетника под 45 градусов. Смотри, какая балочка. Да, можете видео назвать, как я хотел убить сотрудников Гуд Вуда, но это вообще жесть. Она аж прямо видно, как висит, да? Не очень безопасно стоит. Могу показать, как произведены работы. Отваливается все время вот эта вот штука. Она была и здесь. Бригада закрепила ее на обычный гипсокартон. Соответственно, все вздулось, и она полностью практически вся отвалилась. Она стоит безумных денег, на самом деле. Мы хотели красиво сделать в дизайне, но в результате пришлось все выкинуть и сделать из обычного, самый дешевый мозаи. Плюс здесь очень плохо сделаны полы. Нет нормального уклона. Я не знаю, почему они так сделали. Да, смотрите, здесь полы, перепад примерно 3 сантиметра. При этом мы их уже пытались выровнять. Плитку ребят в мае месяце кладут. Я прихожу, говорю, ребята, а где теплый пол? А я говорю, а чего надо было? Вот целая комната. А по сути здесь вот хочется поесть где-то приготовить. Да, там бестолковый дом получается. Когда элемент должен держать нагрузку, он высотой должен быть меньше, чем шириной. Поэтому все стропилы в такой форме. Вот так доска прогибается, вот так она держит нагрузку. Квадратные конструкции деревянные, они не существуют в природе. То есть это столбы для того, чтобы упирать. Если вы видите где-то на конструкции квадратную балку, это значит, это какое-то безумие автоматом. А вот там это два безумия состыкованных на 4 самореза. Ну да, не закрученные до конца пришел. Друзья, я решил обсудить ситуацию с балками у нашего блогера Александра Кондрашова с Александром Прищепенко, руководителем проектного отдела компании Goodwood. Саша, привет. Привет. То на 100 сечения, это чуть больше, чем обрешетка на стропилах, которая должна быть. Как несущий элемент в качестве балок или прогонов, это сомнительный. Все-таки все несущие элементы, они должны рассчитываться, исходя из существующих нагрузок нормативных, снеговых, ветровых, собственного веса. Почему получилось так? Потому что они скажут, что Санек, мы тебе поставим антилет на крышу, и он тебе будет растапливать все это самое. В результате антилет не поставили, что-то там такое получилось, и он говорит, слушай, Санек, сейчас постараемся тебе усилить, то есть что, залезешь, почистишь. Как-то залезть почистить, конечно, это не вариант. В соответствии уже с пониманием, какая нагрузка приходит на какой-то элемент, уже подбирается сечение несущих элементов, шаг. Если это касается стропил, мы считаем все в программе в лицензионной скат. Учитывая пролеты, которые ты мне сказала по поводу 6 метров, и стропил там 150 на 50, наверное, да, я так понимаю? Да, однозначно. Решение неверное, потому что, если это навес, то есть, скорее всего, есть кровля выше этого навеса, то есть нужно еще учитывать коэффициент, что с этой кровли, с основной кровли на этот навес упадет снег, то есть там коэффициент еще нужно добавлять. Сечение несущей балки, которые приняли 100 на 100, должна быть порядка 300 мм, то есть где-то 180 на 300 или на 390. Высотой, да? Да, очень важную роль играет именно высота формула BH³ на 12, именно H³. То есть именно увеличивая высоту, мы максимально добиваемся несущей способности. Да, если бы это было не 100 на 100, а 100 на 200, например, то это уже 8 раз, да? Да, это тоже пропорционально намного больше. Поэтому все элементы несущие прямоугольные и высота, потому что работает именно высота. Квадрат это, ну, как бы такая особая вещь. Все верно. Я, насколько знаю, есть даже такой какой-то калькулятор, да, в интернете, он в свободном доступе. Водится нормативные нагрузки, вводится собственный вес, происходит, ну, вводится длина, да, происходит... Сечение балок и сразу показывает, выдерживает она или нет. Конечно, да. Мы можем дать ссылку на нормативную документацию, чтобы люди все-таки становились более грамотные и подвешенные, то есть это СНИП нагрузки и воздействия, СНИП деревянные конструкции. Актуально именно 2017 года. Все должны знать, что вышли новые СНИПы в этом году. Все, давайте, друзья, внизу будет ссылка на новые СНИПы и на калькулятор нагрузок. Так что, пожалуйста, пользуйтесь и не тупите. Все, всем спасибо. Все, спасибо. Вообще проект при строительстве нужен? Конечно нужен, обязательно нужен, да. Можно сюда действительно пару дизайнеров, чтобы заехали, да, и какие-то свои идеи предложили, кто-то такое придумал. Вот, кстати, тема интересная, конвекторы, да, что классно. Это классная идея. Я как раз вчера вел вебинар внутри компании. У нас один из недостатков, то, что недостаточно эргономики в проектах. Ну, конечно, таких детских ошибок мы не делаем. Есть архитектор, да, то есть, который делает пространство, все там, под заказчиком все это подделывает. И обязательно должен в штате быть эргономист. Это человек, который именно понимает то, где живет, кто как ходит, как удобно вносить сумки, да, чтобы они не задевали. Такие вот тонкости именно эксплуатации пространства. Мы как раз сейчас этим будем более системно заниматься. У меня с компаньоном постоянно есть такой батл небольшой. Мы все время спорим. Он придерживается каменной дома, ну, то есть, из кирпича. А я всегда говорю, что ты когда-нибудь спал в деревянном доме, да? Микроклимат – это энергетика, это очень круто, когда ты спишь в деревянном доме, ты высыпаешься, ты, ну, по-другому себя чувствуешь, да? Он говорит, ты каменный дом построил и забыл. Ничего не надо делать. То есть, он тебе там 50 лет стоит, там 100 лет. А деревянный дом купил, построил, один год надо подкрасить, второй год что-то там еще сделать. Он частично прав. У нас дома требуют перекраски примерно через 5 лет. Если мы говорим про деньги, стоимость перекраски обычно 200-300 тысяч рублей. Вот. Это немало, вроде как кажется. А с другой стороны, если дом стоит 10, 15, 20 миллионов, то, может быть, и ничего. Ну, понятно, но за микроклимат надо платить. В каком климате будут дети твои расти, да? Приезжать из квартиры в Москве в каменный дом на даче, ну, как-то… Это не мое. Я решил вообще уже давно достаточно, что мы не будем людей переубеждать. Ни в коем случае. Я считаю, что я не вправе. То есть, если он хочет строить каменный дом, он должен строить каменный дом. Они неплохие. Есть тоже хорошие каменные дома и плохие каменные дома. Есть хорошие деревянные дома и плохие деревянные дома. У меня задача, если человек решил построить деревянный дом и пришел ко мне, то он должен получить хороший деревянный дом. Для вас, мне кажется, это неплохой такой челлендж, вызов, да, чтобы из этого пытаться сделать. И мы сделаем точно. Две недели максимум. Все будут писать хэш-дэй. Две недели? Давай, Саня. Две недели это быстро, по сравнению с тем, сколько ты это делал. Ну, с мая месяца делал. Мы сейчас базу сделаем, да, такую техническую, чтобы это не прогибалось, не развалилось. А дальше вторая часть – это красота. Сделаешь, да? Да. Отлично. В общем, ребят, как думаете, ребята смогут справиться за две недели при том объеме работ, которые здесь есть? Пишите об этом в комментариях. Мне вот самому очень интересно, потому что, если честно, я не очень в это верю, но очень на это надеюсь. Вы видели, что он не верит. Если он сказал две недели, значит, сколько реально дней 10, я думаю, будет. Да, 7-10. И срок 7-10, да. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Напишите, пожалуйста, интересно ли вам вообще вот такие выпуски, которые прям целиком посвящены стройке, только про стройку и ничего, кроме стройки. И в целом, как вы думаете, напишите в комментариях, есть ли у нас шансы за две недели это все-таки сделать. Потому что, мне кажется, там объем работы достаточно большой. И, конечно же, кому интересно, подписывайтесь на канал, потому что мы будем показывать, как у нас получилось или не получилось. И вообще много интересного мы еще хотим вам показать.